Привет, ютубчане! 24 августа, ну и, конечно же, пора выйти из дома хотя бы разок в этом году. Хотелось бы с вами поговорить о том, как записывает моя новая камера при таких условиях. Еще раз. Хотелось бы с вами поговорить о прошивке AOSP ЦАФ. Если вы думаете, что AOSP это именно стоковая прошивка, именно чистый Android, который выпускает Google, то вы абсолютно не правы. Частично правы, но нет. Если вдруг кто-то не знает, то AOSP это Android Source Open Project. А что же такое ЦАФ? Расшифровывается как код Aurora Forum. По сути, это исходники от Qualcomm, которые предоставляются Google при выходе какой-то новой платформы. Выходит новый процессор, выходят под них драйвера, которые отправляются в Google. И дальше уже на основе этих драйверов строится Android. Android разрабатывается сразу в двух ветках. В одной версии ЦАФ. Делается ставка на адаптацию, на оптимизацию, на производительность. А в другой AOSP. Google добавляет свои наработки в ущерб этой самой оптимизации производительности. В результате мы и получаем тот самый Android, который когда-то очень сильно лагал, жрал батарейку и все постоянно хейтили. Сейчас, конечно, ситуацию практически исправили. И Android, начиная с семерки, просто отличный. Тем не менее, до сих пор есть прошивки, которые основываются на ЦАФ и которые, по факту, гораздо лучше. Кастомная прошивка для моего телефона ОСП ЦАФ этим меня и заинтересовала. По сути, это чистый Android от Google, построенный на исходниках, которые изначально предоставляются Google для разработки Android. Вот это я завернул. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Питер, уходи! Также хотелось бы сказать об оболочках. То есть, представьте себе, выходят исходники под определенную платформу, отправляются в Google. Google в ущерб оптимизации производительности строит AOSP. На основе этой AOSP строится кастомная прошивка. Эти кастомные прошивки периодически перерастают в определенные оболочки. А еще хуже, оболочки иногда портируют на те телефоны, на которые этих прошивок не должно быть. Пока прошивка проделывает такой путь, она теряет огромный потенциал. То есть, по факту, какая она задумывается изначально и как она должна работать, процентов этак только на 60-70 доходит до конечного устройства. Поэтому мы и получаем такой результат. Разработчикам определенной оболочки приходится проделывать работу в три раза больше, чем тем, кто разрабатывает просто чистый Android. Вернемся к теме. Установка AOSP-SAV максимально простая. Закинули прошивку на устройство, прошили через ТВРП, закинули гапсы, загружаемся. Абсолютно на всех устройствах будет это одинаково. Без каких-либо танцев бубном, без каких-либо багов и проблем. Не важно, у вас ZOOC Z2 или это какой-нибудь планшет. Заходите на 4PDA, открываете ветку своего устройства вне официальной прошивки, видим AOSP-SAV и ставим. Первая загрузка устройства будет очень быстрая. Я бы даже сказал, это самая быстрая загрузка устройства, которую я видел вообще на кастомных прошивках. Оно и понятно. В прошивке практически ничего нет. В прямом смысле. Я ожидал увидеть хотя бы настройки от привычной мне AOSP. Здесь даже их нет. Вы не сможете вывести проценты остатка батареи. Думаю, вы так же, как и я, думали, что это именно часть AOSP, то есть это действительно должно быть в прошивках. Нет, это оказывается кастомная наработка. То есть в настройках, кроме управления интерфейсами, яркости экрана, уведомлений, на экранных клавиш, звука вообще ничего нет. И это действительно круто или нет. Есть одна проблема. На моем устройстве это Android 7.1.2 и прошивка строится на ядре собственной разработки. Ну, гадцаф. Думаю, вы видите на своих экранах это. Прошивка подразумевает исходники от Qualcomm. И логично, что абсолютно на всех устройствах, не только на моем телефоне, должно быть такое же ядро. К сожалению, у меня нет другого устройства накатить такую же кастомную прошивку и посмотреть, то же самое там будет или нет. Поэтому в этом у вас прошивка может отличаться. Но опять же повторюсь, логично, что будет именно это ядро, потому что настройки должны быть примерно одинаковые. После прошивки вы не обнаружите. RootPrav, C, Linux будет заблокирован. И все Android Pay, Сбербанки, RocketBank и вообще все приложения, работающие с деньгами, которые ругаются на RootPrav, будут у вас работать. Однако ничего вам не мешает прошить Magisk, как это сделал я. И абсолютно то же самое будет, только будут еще RootPrav. Что касается автономности. Логично, что в этой прошивке нет ничего лишнего, никакие лишние службы не нагружают систему. И за 10 часов сна уходит 1-2%. При этом у меня включено абсолютно все. Синхронизация с Google, всегда онлайн. Google Now, подсказки, GPS. То есть вообще все, что привыкли отключать для того, чтобы экономить батарейку. Я всем этим пользуюсь, у меня всегда все это включено, поиск устройства и так далее. И при этом уходит за ночь 1-2%. За 10, 11, 12 часов сна. На моем устройстве есть проблема с кастомными прошивками. На седьмом андроиде они все заставляют закипать Snapdragon 820, который установлен здесь. На шестом андроиде такого не было. Там 140-145 тысяч антуту, при этом телефон был чуть теплый. На седьмом андроиде почему-то почти на всех кастомах телефон закипает, очень сильно троттлит. И вплоть до 90 тысяч антуту частоту телефон сбрасывает. То есть производительность падает почти в полтора раза. И здесь этого нет. Я был приятно удивлен. Несколько часов играл в САП, несколько часов играл в Хардстоу. Телефон теплый, да, то есть он греется действительно под нагрузкой, но не закипает, не начинает тормозить, лагать и сбрасывать частоту. Также на моем телефоне, на кастомных прошивках, есть некоторые проблемы с камерами. То есть на Resurrection Remix камера почему-то снимает очень темно. То же самое на ICP. Я подразумеваю, что на всех кастомных прошивках под этот телефон, построенных на Lineage OS или как привычнее вам Cyanogen моде, везде проблемы с камерой, она снимает очень темно. На OSP ситуация получше, но все же она снимает хуже, чем на официальной прошивке для этого устройства, которая предназначена для внутреннего рынка. Здесь камера снимает просто отлично. К сожалению, не сравнил со съемкой на официальной прошивке, но могу сказать, что не хуже это точно, если не лучше. Как-то так выглядит камера на этой прошивке. Передайте привет моему оператору. Он вам тоже передает привет. Также на некоторых прошивках, например, в Pure Nexus у меня была проблема, что я собеседника слышал хорошо, а он меня слышал как из бочки. Почитал 4 PDA, у кого-то есть такая проблема, у кого-то нету, но в итоге никто это не обсуждает, никто никак это не решает, как будто оно само себя лечит. На этой прошивке этой проблемы нет. Меня слышат отлично. В плане мультимедийных возможностей не могу сказать, что прям что-то сильно изменилось, но звук действительно приятный, что и должно быть у 820 Snapdragon. Лаунчер стоит, Pixel Launcher, который стоит в Nexus. Ну и в принципе вроде бы я все рассказал. В этой прошивке абсолютно нет ничего, о чем можно было бы рассказать и что можно было бы показать. То есть это максимально простой вариант для тех, кого достали кастомные прошивки, где нужно часами сидеть в настройках и настраивать свой смартфон под себя. Если вас достал Resurrection Remix, ICP, Viper, MIUI и вот это вот все, и вы хотите поставить стабильную, качественную прошивку, которая будет работать как часики, ни разу вас не подведет, и вы больше не будете думать о том, что нужно перепрошиться, что здесь баги, там глюки и так далее. Это ваш вариант. Не важно какой смартфон, не важно какой планшет, видите в теме на 4PDA OSP SAV, ставьте, не задумываясь. Единственный недостаток, который можно было бы отметить, это то, что нет официалочки, которая бы часто обновлялась ни на одном устройстве. На моем телефоне прошивка обновляется примерно раз в две недели, и то обновляется только ядро, кое-какие драйверы, кое-какие фиксы, которые я даже не замечаю. На данный момент обновление безопасности стоит от 5 апреля, хотя на большинстве кастомов, которые обновляются почти каждый день, уже от 5 августа. И как бы, ну, вроде бы хотелось бы, чтобы это все обновлялось как можно быстрее, но с другой стороны, зачем за всем этим гнаться, когда вам это все уже надоело? Поэтому за мультимедийные возможности, за автономность, за стабильность, за производительность ставим 10 баллов из 10. За кастомизацию, за настройки 2 балла из 10. Их просто нет. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Спасибо, что вышли со мной наконец-то на улицу прогуляться, подышать воздухом. Все-таки 24 августа на дворе надо хоть разок. Увидимся в новых роликах. Пока-пока.